Сезонная тема. Вопрос ремонта дорог после зимней эксплуатации не сходит с повестки дня совещания руководства администрации района с главами поселений. Многократные перепады температуры, высокая интенсивность движения привели к образованию дорожных неровностей. Больше всего нареканий к дорогам регионального подчинения. Чтобы оценить объёмы ремонта, в район была приглашена служба инспекции дорог Минтранса Московской области. Мы инициировали проверку в Министерство транспорта и уже второй день у нас на территории работает служба инспекции дорог. И по результатам этой проверки, соответственно, мы надеемся, что будут приняты меры. Тема строительства и реконструкции учреждений культуры и детских школ искусств, поднятая губернатором Андреем Воробьёмом на последнем заседании правительства, получила развитие на совете глав поселений. В ближайшие годы в районе будут отремонтированы три дома культуры. В план реконструкции и строительства включены ДК с наибольшим износом конструктивных элементов в здании, а также те, в работе которых население испытывает повышенную потребность. У нас сейчас уже идет капитальный ремонт дома культуры Мони. Нам мы планируем завершить до конца года. Пройдена экспертиза, есть проект капитального ремонта дома культуры Чкаловской. И сейчас мы подали заявку, подготовим все документы на включение в строительство дома культуры в городском поселении Свердловский. Это КСК Городище, то есть дом культуры Созвездия. Мы надеемся, что в этом году мы будем включены в программу. И в течение двух последующих лет будет осуществлено строительство нового дома культуры. На совете с главами поселений Чкаловского района также обсудили подготовку к ежегодной акции «Лес Победы». В этом году в Чкаловском районе образованы три крупные площадки. В Новой Слободе, в деревне Масальское и в Топоркове. Всего планируют в ней принять участие порядка пяти тысяч человек. Еще одна территория площадью 1,3 гектара подготовлена на вырубке в Афрянове. «Лес Победы» по всему Подмосковью будут закладывать 12 мая в 11 часов. Будет высажено 53 тысячи 200 саженцев. Площадка номер один, это центральная площадка у нас. Она будет находиться в сельское поселение Гребневское, деревня Новая Слобода, площадь 9,7 гектара. На площадках предусмотрена культурная программа работы полевой кухни и раздачи чая. Почетными гостями акции станут ветераны Великой Отечественной войны. Мы восстанавливаем наш лес, мы создаем новые парки, новые скверы. Мы поддерживаем наши легкие, поэтому заботимся о нашем лесе. Ну и, соответственно, традиция «Лес Победы» 9 мая. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». «Лес Победы» 9 мая.